Дождливая осень вновь накрыла город туманом. И сегодня, в этот день, мы решаем рассказать вам про дом цепей. С вами снова я, Слава Ивелпанда, в гостях у Пашсюра. Итак, на самом деле, шутки шутками, но давно мы не виделись, и у меня никак не получалось приехать и в отпуске, и не отпуске, и прочие обстоятельства. И так далее, и тому подобное. Но теперь мы поплотнее начнем выпускать новые видосы. И видосы эти будут посвящены именно новым таким вот книжечкам замечательным. Начнем мы с книги под названием «Хаос оф Чейнз». Что это такое книжка «Хаос оф Чейнз»? По большому счету, это практически, даже не практически, наверное, а полноценный армиебук гляфов. Эта книжка является компиляцией и переработкой, и доработкой всех тех правил, которые уже существовали. Была перевыпущена банда гляфов, они обросли новыми фишками, новыми билками, новыми модельками. Эта книжка содержит в себе ту информацию, которую раньше приходилось по кусочкам выуживать из разных других книжек или источников. Собственно, многие там ругались, да, что, блин, все классно в некромунде. Ну, там, кроме некоторых вещей, скажем так. Но очень неудобно, что когда вот хочется играть с использованием достаточно большого количества правил, а некромунда позволяет это делать, тут очень много разных правил, и хочется вот побольше их использовать, нужно лезть все время в разные источники, в разные книжки, где-то это искать, это все неудобно делать. Это и в одном документе не откроешь, и там многие ребята, они пилили свои документы специальные туда, компилировали информацию и так далее. Вот прошло там энное количество времени, ГВ сделает сам. Теперь вы, когда хотите играть, там, условно, за Галяфов, там, или, там, за Ишеры, или, там, за какой-нибудь Орлоков, за любой другой дом, сейчас уже, по-моему, про всех вышли эти книжки, если... Так, про кого вышли? Галяфы вышли, Эшерки вышли, Орлоки вышли, Далаки вот вышли, Кавдорцы вышли, кто не вышел? Все вышли. Все вышли. И это хорошо. Теперь вы просто приходите в магазин, да, покупаете себе, ну, там, помимо моделек, если у вас нет, покупаете просто эту книжку, в принципе, ну, соответствующей бандой, да, для вас, вас интересующей бандой. Этого достаточно для того, чтобы получить весьма обширный пул правил, именно касающихся вашей фракции, которые включают в себя не только просто, да, вашу банду, немножко бэка, их, там, характеристики, скиллы и всякое такое, а включают в себя прям много их бэка, много их, там, да, скиллов, характеристик, включают сюда и хэнгеронов, и специальные правила на уникальные террейны, и уникальные их миссии, и уникальные союзы, и все-все-все-все-все. То есть, это прям круто, здорово, просто прочитав вот это, уже, ну, это и книжку правил, можно приходить, там, в компанию какую-то, да, вам арбитратор расскажет, в чем фишка этой компании, что конкретно играем, какие там есть уникальные ивенты, там, или их нет, может быть, у него, я не знаю. Ну, и вам вот это достаточно, чтобы, ну, играть, получать много от своей банды, пользоваться разными возможностями. То есть, это на самом деле очень круто, очень здорово, что ГВ вот это вот все сделало. Этого многие ждали, и я тоже, в общем-то, ждал, но я, честно говоря, когда впервые увидел вот эту книжку, я был очень удивлен, и чаще бывает так, что какой-то новый релиз чего-либо, он, ну, по камерме так часто бывает, что он удивляется, скорее, в негативном каком-то ключе, что происходит вот эта ситуация, когда, как это называется, синдром неоправданных ожиданий, то есть, вот, у тебя ожидания были завышенные, да, ну, или, может быть, они даже были не завышенные, но то, что ты получил на выходе, оно не соответствовало твоим ожиданиям, и ты расстраиваешься. Здесь я ждал намного меньшего, честно говоря, когда вот это вот пришло, там, кто-то из моих знакомых просто сказал, типа, что, блин, да это же кодекс. Ну, так и есть. То есть, по сути, это армиебук, полноценный армиебук, что очень круто. Ну, да ладно, возвращаемся к нашим кочкам. Мы так не решили, как лучше это разделить на разделы, решили, что просто пойдем по книжке, на чем-то будем заострять больше внимания, на чем-то меньше, к чему-то там возвращаться. О чем-то уже было рассказано в предыдущих роликах, так что, ну, как обычно, смотрите все, там, везде, там, кнопки жмите, и так далее. Ганглист. Об этом уже вроде говорили, когда рассказывали про Огров. Вот, Огров, они, то есть, тоже в этой книжке, получается. В чем фишка нового ганг-опозитча? Теперь ганг-опозитча, она здесь, получается, страница 43, занимает он целых, там, получается, полторы страницы, полтора листа, три страницы, и тут, в принципе, все написано, достаточно хорошо разжевано, лучше, чем раньше разжевано, это все можно посмотреть, почитать, понять, ничего сверхособенного тут нет. Главное, что, опять же, да, нужно сказать, из того, что, ну, поменялось, по сравнению с тем, что было раньше, это то, что теперь вот именно самая композиция, она чуть-чуть более комплексная. У нас появилось правило Гангфайтер, и Гангфайтеры у нас теперь, допустим, и джуи, и проспекты, и гангеры, они все считаются Гангфайтерами. И вот у нас, ну, в базе правило сильно не поменялось, то есть раньше было как? У нас, соответственно, Гангеров должно было быть столько же или больше, чем не Гангеров, ну, то есть, считай, лидера, чемпиона или джуов. Теперь у вас Гангфайтеров, да, не должно быть больше, должно быть, точнее, столько же или больше, чем, ну, как бы, получается, лидера или чемпионов. Ну, то есть здесь, что получается, модели с правилом Ганг-Ирорчи. По сути, примерно то же самое, но по факту это делает, на самом деле, настройку вашего ростера более гибкой и позволяет сделать вашу банду более разнообразной, сохраняя при этом определенный уровень рестриктов. Так что это хорошо. Во всем остальном плюс-минус то же самое, но, опять же, да, там, почитайте тут, и как экипировать файтера написано, и о том, что, соответственно, как заполнять файтер-карточки, эквипент-сеты, это для, соответственно, да, у нас, для тех, кто может, в принципе, создавать для себя эквипент-сеты, то есть там, это лидеры-чемпионы, как раз там, ну, или специалисты. Про новый эквипент написано, про смерть лидера, в общем, все здесь хорошо написано, можно посмотреть, все в одной книжке, классно, здорово. Основные отличия, я сказал, да, ну, ну, наверное, дальше, да, по книжке у нас получается, собственно, Форж Тиран, он же лидер. Первое, что бросается в глаза при просмотре его листа, это то, что теперь у нас нету какого-то общего листа, варгира, там, да, эквипмента, в принципе, на всю банду. У нас вот, получается, под, ну, или там, надо, или рядом, в данном случае рядом, рядом с каждым бойцом, и описанием его там специальных возможностей, обилок и так далее, есть его собственный личный эквипент-лист, и он отличается. То есть, эквипент-лист, там, лидера, чемпионов, и разных, в том числе, гангфайтеров, они отличаются, и отличаются во многом достаточно сильно. Поэтому, хорошо это или плохо, не знаю, но, наверное, это добавляет им уникальности, что ли, да, какие-то уникальные возможности, они есть вот только у конкретно некоторых бойцов. К нашему лидеру, получается. 135 кредитов он стоит. Четвертый мув имеет ВСБС-3, Сила Дафнас-4, Вунды-2, Инициатива-3+, Три атаки, Лидерство-5, Кул-4, Вилл-8, Инта-7. Ну, в целом, все примерно так же, как и было, то есть, хорошие статы, вполне себе, Кул вообще сумасшедший, абсолютно. Хорошие, вполне себе нормальные статы для лидера. Ну, типа мув-4, Четвертый, ну, это Голиаф, надо понимать. Зато у него Сила Дафнас-4 со старта, что здорово. Правило ганг-лидер, соответственно, ну, он лидер банды, его можно брать одного. Собственно, ганг-ирорщий лидер теперь это называется. Это как раз правило, которое говорит, что когда вы же завалили боттл-чек, в конце энд-фазы вы, соответственно, проходите кул-чек, и если он проходит этот кул-чек, то все его друзья, соответственно, ну, союзные Голиафы, в 12 дюймах от него автоматически проходит кул-чек. Автоматически. Автоматически. Автоматически сиськи. Автоматически. Сабли на пол, автоматически за голову. Не, наоборот. Ну, неважно. Ну, и он, соответственно, может некоторые пост-бета-лэкшены делать во время кампании. Соответственно, из правила Tools of the Trade, это, соответственно, значит, что у него может быть несколько, ну, экиппинг-сетов. Это как раз про те карточки, которые вы заполняете, да, у него их может быть больше. У него есть правило групп активации, что он там может за собой двоих тащить. Когда его рекрутируете, соответственно, вы играете один скилл из праймери ветки. Ну, в общем-то, по сути, все примерно то же самое, что и было. Даже я бы сказал, все то же самое, что и было. Просто теперь оно немножко по-другому написано. Это важно, потому что, как бы, ну, вординг немножко меняется. Немножко переписаны, как бы, вот эти вот правила обилки. Поэтому, ну, по сути, для вас, если вы до этого играли в Некромунду, то для вас ничего не поменялось. Примерно все так и работает. Если вы не играли в Некромунду, то так, так лучше. То есть, это написано лучше, чем было. Далее, по доступности скиллов, значит, у него праймери, получается, Браун Феросте, комбат и лидершип, а, лидершип тоже праймери. Комбат и шутинг у него секондри. При этом у него секондри масл скиллы. Масл скиллы, это уникальные скиллы, как раз голиафовские. И, честно говоря, жалко очень, что они секондри. Да. Мне это, честно говоря, было немного непонятно, но вот так. Соответственно, он может покупать Weapon Wargir из своего уникального этого листа. Во время кампании он может, соответственно, получать дополнительные оружия, дополнительный Wargir из этого листа. И у него, типа, нет рестрикшенов на типа оружия, который он может носить. То есть, он может носить любые типа оружия. Хочет, там, тяжелые пушки носит, хочет, там, обычные пушки носит, хочет, там, ХТХшные, ну, и так далее. То есть, у него все в порядке. И дальше идет его, вот этот лист, соответственно, я думаю, Паш его прилепит. Он достаточно большой. То есть, из Basic Weapon он может в Bolt Gun, может в Combat Shotgun, может в Shotgun, может в Stab Cannon, из пистолетов, может в комби пистолет, Bolt Pistol Flamer, может в Bolt Pistol Plasma Pistol, тоже комбик. Ну, короче, комби плазма, комби флеймер. И вот, может комбик Stab Gun Plasma Pistol, Bolt Pistol, Hand Flamer, Stab Gun, ну, и там, до кучи, может, дум-думов себе туда, в свой Stab Gun насыпать. Специальное оружие по комбикам, получается, Bolt Flamer, комбик, болтер-гранатомет с фрагами, кстати говоря. Может в болтер-мельту, может в болтер-плазму. При этом, может еще и в просто Флеймер, может в просто гранатомет, которые уже доступны в фраген-краке, может докупить к нему смоки, что интересно для Голиаф, естественно, может докупить к нему станы, и также может в мельтаган. Короче, большой выбор, и комби-оружие, и не комби-оружие, можно подобрать на свой вкус, там, короче, все в порядке. Хэви-оружие, хэви-болтер, хэви-флеймер, хэви-стабер, ревит-кенон, соответственно, заклепочник, месла, фраген-краками и мультимельта. Все круто, все круто, месла замечательная вещь, мультимельта замечательная вещь, хэви-болтер замечательная вещь, хэви-флеймер говно, и жопы, а, не очень хорошая вещь, хэви-стабер замечательная вещь, хотя многие считают, что он не нужен, потому что есть хэви-болтер, но они ошибаются. Ривит, Кеннон сделали лучше, но это все еще не очень штука Опять же, да, если хочется отыгрывать Можно брать, но Про это уже рассказывали в целом Я сейчас просто зачитаю первый лист Ну так, достаточно подробно На всех остальных я так подробно останавливаться не буду Потому что, ну, будет понятно Как только если там будут сильные там различия какие-то Просто чтобы показать, как теперь это написано Как теперь это сделано Вот Но смысл в том, что, в общем, у него большой выбор Хороший, большой выбор оружия, снаряжения и так далее Класс комбат вэпены, ну тут вообще практически все Там есть у него И топоры, и большие топоры И пилотопоры, и пиломечи И булавы И, значит, ножи И силовые топоры И силовые молоты, и рендерайзер у него есть Сервоклешня Гаечный ключ И двуручный топор, ну, много топоров Двуручный молот, ну, в общем Хорошо все По гранатам тоже хорошо Бластинг чарджа, фрагранаты, крагранаты Смогранаты, стангранаты Нормально все Армор Армор тут есть, тут интересный момент Этому парню со старта доступен карапас армор Причем ему доступен как лайт армор, так и хэви Хэви карапас армор И это интересно достаточно То есть он, правда, превращает, как бы, стоимость вашего босса в космическую Потому что он стоит 100 кредитов Ну, то есть, как бы Он у вас, получается, 235 кредитов начинает стоить голый То есть вы его еще ничем не вооружили Ничего пока не это Но он уже стоит, там, четверть вашего ростера, по сути Но, тем не менее, технически такая возможность есть Если очень хочется, там, босса вначале укачать, вот там, чтобы он максимально выживаемость имел высокую Ну, для старта игры, по крайней мере, то можно дать ему хэви карапас И все Более того, ему доступен армор тандерсьют еще со старта То есть, как бы, карапас дает 4 плюс сейв Да, круговой Хэви карапас говорит, что у тебя, там, в передней арке он лучше Соответственно То есть он третий становится И с армор тандерсьютом у вас есть парень, который, как бы, в лоб ловит пули противника с 2 плюс сейвом Ну, там, до пирсинга, естественно Но, откровенно говоря, это очень круто Для старта игры это прям мега круто Ну, а вот, да, 35 здесь, 25 здесь, 100 здесь Все, пожалуйста, у вас, как бы, 260 кредитов, парень просто в очень крутом доспехе Но при этом у него вообще ничего нет в руках Вообще ничего Ну, нужно оно или нет, каждый решает для себя В целом, один такой мега-боец, почему бы и нет Ну, короче, хороший набор штуковин, как бы, имеется Все здорово, все классно Вэпун аксессорис тоже сразу тут есть Таган Шраут на бейсику и полупистолеты, саспенсеры Да, саспенсеры со старта есть у них теперь, круто Класс И статус айтемс, экзотик бистс, сам крок Шнапи, шнапи с нами Шнапи теперь прям такой со старта может с бать ходить Круто Крут, здорово, классно Следующий, соответственно, фордж босс, чемпион И это один из двух чемпионов, потому что теперь у Галяфов на выбор аж два чемпиона И можно играть такими, можно играть другими, можно их комбинировать как-то на вкус цвет По статам Мувмент 4, 3+, ВС4Б, Сила Тафф на С4, Вунду 2, Инициатива 4+, Атаки 2, Ледак 6+, Кул 5, Вилл 8, Инт 8 Он чемпион, у него и Tools of the Trade тоже, у него есть группа активации 1, соответственно, одного чувака можно с собой брать По скиллам у него, соответственно, Primary это Браун и Феросити, Secondary, Combat, Leadership, Shooting и Muscle По доступным опциям чуть-чуть поменьше, но тоже дофига, то есть хороший большой выбор Basic Weapon Включая всеми любимые болтеры, Combat Shotgun и как бы все есть Хороший выбор пистолетов, ну, им не так часто пользуются люди Хороший, большой выбор, опять же, Special Weapon Тут опять и Мельтаган, и гранатомет, и огнемет, и 4 комбика, все здесь имеется И отличный выбор тяжелого оружия тоже, да, это и Хэйболтер, Флеймер, Стаббер И Миссел Лончер в том числе, и Мультимельта, все это есть Армор, он может тоже в Карапас, но может только в Лайт, поэтому, типа, если очень надо Хэйвый Карапас не получится надеть, ну, точнее, как Есть, ну, типа, там, тема, что, там, условно, можно купить бойца с чем-то Снять это что-то, оно пойдет вам в стэш, вы потом это наденете на кого-то другого Но тут вопрос, типа, в том, разрешит вам так играть ваш арбитратор или нет Тут надо смотреть, я бы не разрешил Короче, очень хороший, очень большой выбор опций именно по части закачек Именно, вот, оружие, Basic Weapon, Heavy Weapon, Special Weapon, Персональный Эквипмент, Армор Все очень здорово у этих ребят на старте Вот, потому что мы сейчас будем снять по вторых чемпионах И, скорее всего, у всех начинает, обычно, при их виде начинает отваливаться челюсть Но надо не забывать, что, типа, у этих ребят есть преимущество И их преимущество именно, в первую очередь, именно в этой штуке Дальше у нас идут Гляв Стиммер Это новый вид чемпиона А, да, кстати, забыл сказать, что стоит Фордж Босс Теперь называется обычный чемпион Фордж Босс Он столько кредитов стоит Стиммер у нас стоит, получается, 125 кредитов В чем сразу отличие, что мы сразу видим Мув 4, Weapon Skill 2+, Болезгий Скилл 4+, Сила Тафна 4, Вунды 2, Инициатива 3, Атака 3 Ледак 8, Кул 4 Четвертый, Вила 7, Инт 8 Ну, типа, первое, что приходит в голову, когда мы смотрим на эту штуку Что это, типа, лютый милибист Потому что, типа, у него больше атак Три атаки на старте Четвертый Кул Два плюс Weapon Skill Как бы, ну... Все понятно У него есть уникальная билка еще Combat Hemstash Соответственно, которая говорит, что Когда он активируется, он может там вкалывать в себя еще дополнительные наркотики Ну, или там они автоматически у него как-то вкалываются С помощью вот этой вот разгрузки его Соответственно, он получает дополнительные до три атаки Но если он кидает единичку Начал единичку, то есть просто на кубике, если единичка выпала Он, ну, соответственно, что-то пошло не так Извините, простите вас вот до конца До эндфазы, соответственно, этого раунда У вас характеристика атаки Именно характеристика атаки понижается до единицы Также он, типа, берет один скилл Когда его рекрутируют У него как раз праймари скиллы Это феросити и масл Что круто Во-первых, масл скиллы прикольные А во-вторых, во-вторых, они... Ну, типа, это тематично Огромный мега перекачанный мужик Эта штука, она больше, чем обычный Голиаф Уже больше То есть, оно там столько в себе непонятной наркоты имеет Что бухнет только в путь То, что он, типа, может масл скиллы брать, это класс Вот, а комбо ты брал, но у него секундари Ну, это крутая подболка О, подболка, это крутая подболка Он вообще не может шутинг, соответственно То есть, если он хотел сделать Голиаф стреляющего Ну, шутинг между скиллы То это не сюда Скорее всего, нужно брать форж босс Это, типа, на самом деле, одна из дифференциаций То есть, типа, чего вы хотите И выбор оружия у него, конечно, не в пример Ну, в принципе, всего, да Он не в пример слабее То есть, ну, вот В два раза у него практически Эта табличка, она меньше То есть, надо понимать, что за все приходится платить То есть, из пистолетов это только стапган Из хэви вэпонов Это, собственно, его уникальные Ассоулт гренейт лаунчерс Это, там, стан раунды И фраг гранаты При этом, он может докупить себе еще смог гранаты И крак гранаты В чем фишка этой штуки, сразу скажу Просто, говорю, акцентируйте, будем, на важном Это спаренный гранатомет То есть, у него, если видели модельку У него, типа, под каждой рукой висит по гранатомету Он идет, типа, и стреляет из этих гранатометов То есть, это гранатомет с правилом рэпидфайр Это круто, да, это круто Это клевая штука Но это все, что ему доступно, в общем-то Вот, в плане тяжелого оружия То есть, если вам хотелось хэви болтер, хэви стабер Ракетомет, ракетомет это мега штука Да, там, мультимель, то, то, сори, как бы Не получится Дальше, по класс комбат вэпу Ну, Fighting Knife, Pulverizer, сериал Тэкс, круто Пэрт Pulverizer, ну, типа, Pulverizer Спаренный, ну, он имеет Правила, это, что там, на черже Вы удваиваете свою характеристику атака Что, что круто, да Вот Так что он, ну, как бы Pulverizer, он, типа, как маленький рендерайзер Тут он и в рендерайзер может Вот, и в Pulverizer может И в спаренный Pulverizer, то есть, в два Pulverizer может Может в гаечный ключ, может в два гаечных ключа Но тут, типа, на самом деле, обычно, если вы берете его со старта милишного, то я считаю, что это либо рендерайзер, либо спаренный Pulverizer и пошли там кромсать И то, и другое закопает практически все, там, до какой-то серьезной прокачки это будет закапывать практически все Wargear, да, там, гранаты, всяческие, мельтабомбы, смо-гранаты, стан-гранаты, краг-гранаты, фраг-гранаты, зажигалки Ну, хороший выбор, просто никаких Армор Furness Plates Это все, что ему доступно на старте, это Furness Plates То есть, типа, вы в Furness Plates, вы не прыгнете, как бы, хотите мега-крутой армор, нет, не работает Говорю еще раз, трюк вот с этим вот, с скидыванием в себя Wargear в стэш, там, и потом переодеванием на модельку, на которой, по идее, изначально это закупить нельзя Пустит арбитратор ваш или это не пустит? Тут надо смотреть уже на то, как он ведет кампанию Эквин тоже хороший, тоже есть Undersuit, и Drop Rig может пригодиться, и Steam Slack Stash, естественно, может пригодиться, там, BioBooster есть И тоже могут в Шнапе Бесспорно, это очень крутой выбор чемпиона Вот, но, на самом деле, самое крутое, это то, что и обычные чемпионы, они все еще актуальны Комбинируя стиммеров и форжбоссов, можно добиться очень крутого результата, когда у вас, как бы, очень мультифункциональные чемпионы, которые могут в крутое во много, там, типа, у вас могут быть стиммеры, которые, там, и куча игрок противника забрасывают Вот, идут просто, отрывают лица, и есть, там, соответственно, форжбоссы, которые могут в крутые, там, спешалы и в крутые большие тяжелые пушки со старта Недоступные со старта, по крайней мере, вот, стиммерам, поэтому комбинация вот этих двух видов чемпионов, она, она классная Это здорово И модельки новых чемпионов офигенские, это, короче, и старые хорошие, и новые хорошие, не думайте, что там, типа, себе перстарые совсем не нужны Вполне себе, они хороши, особенно в комбинации с новыми, это прям от его башки Дальше у нас, кто идет, у нас идет галя Форджбурн, он проспект Это вот новое у нас такое слово, раньше такого слова не было Тоже, типа, еще один новичок Ой, а можно говорить сейчас на ютубе слово «новичок»? Извините Соответственно, что умеет у нас Форджбурн? Он, ну, как бы, имеет правила гангфайтер, в скобочках проспект У него есть правила промоушен, то есть он, если там прокачается, он сможет в кого-то вырасти Вырасти он сможет, между прочим, либо в Форджбосса, либо в стиммера, то есть он может стать чемпионом Что очень круто Здесь дальше описывается, как это происходит, ну, там, кому интересно, почитает У меня есть два прикольных рула, ну, типа, Hot Headed и Fast Learner Ну, короче, на этих ребят обычным голиафам, в принципе, немного наплевать Потому что есть такой чувак, собственно, падает в тяж ран или выносится там с поля в трех дюймах от, ну, другого голиафа То, собственно, нерв-тест проходить не надо Ну, типа, Hot Headed Все прекрасно знали, что он полетит на рожон и помрет, поэтому, в принципе, никто не удивлен, никто там не переживает по этому поводу Да, по поводу статов, кстати, говорят, тут такой момент, что многие, когда читают статы, такие, типа, че? Так можно было? У него пятый мув, четвертый ВС, пятый БС Третья сила, но при этом четвертый Тафнес Одна вунда Четвертая вунда Четвертая вунда Одна атака Ледак девятый Кул седьмой Вилл девятый Дальше Fast Learner Что делает? Это, собственно, этот скилл Олег как у Джофф раньше был Но он остался У Джофф Ну, типа, они быстрее учатся То есть они не тратят дополнительные две экспы Если учат ту характеристику, которую уже учили Что позволяет, в общем-то, быстро прокачать интересующие характеристики И получить нужное количество промоушенов Ну и там, соответственно, апнуться в кого-то Ну и в целом это просто полезно, это приятно Какие скиллы он теоретически может? Он может в Combat Primary, в Agile и в Shooting Secondary В общем, по-моему, он чуть ли не единственный, что ли, кто может в Combat Primary у них И так и есть Что достаточно забавно Список оружия у него тоже весьма ограничен Из пистолетов это Стопган С возможностью Дум Дума докупить Спешл Вэпонов это Шторм Вилдер Что это такое? Это такой огромный электропаяльник, который шарашит электричество во все стороны По-моему, мы опять же о нем говорили, когда говорили про Огринов Штука смешаная, забавная, прикольная Ну, типа, много брать смысла нет Он скорее более фановое такое оружие Оно может случайно сделать круто Особенно, если правильно поставить свою модельку Потому что там нужно, ну, типа, чтобы был визибл таргет, если не ошибаюсь Но она стоит дорого, там, 75 кредитов При том, что у вас сам боец стоит 35 кредитов На обидном Rapid Fire 3 Короче, прикольная штука Иногда может быть полезна В целом это больше фан Но, ну, так можно делать Клоуз комбаты, тут очень интересный разлет Это либо боевой нож Либо тяжелая пила по камню Ну, то есть такой разлет очень серьезный В дэмэдж профилях Ну, кратко говоря, в Fighting Night все достаточно скромно Heavy Rock So уничтожает даже небо Даже самый знаете кого То есть просто пополамит Унижает, доминирует и так далее И стоимости соответствующие Пино стоит 10 кредитов Пила стоит 120 кредитов То есть у вас боец стоит 35, а пила 120 Ну, я не знаю, целесообразно ли Выдавать это ему Но технически, если очень хочется Почему бы нет? Ну, то есть как? Так, если он до кого-то дойдет Эта штука, он его скорее всего запилит Ну, ну да Но типа, наверное, имеет больше смысла Давать это все-таки парню Какому-то, у которого больше атак Там лучше ВС Но он все равно скорее всего в кого-то попадет Или она, кстати говоря Да, и запилит, потому что, ну, штука страшная По варгиру у нас гранаты, значит Фраг граната, краг граната, смо гранаты Зажигалки В принципе, все самое главное на месте Вот Армор только фернесплейс На старте Ну, может в армор тендер сьют Может в биобустер Может в фильтр плакс Ну, вот, как-то так Прикольная штука? Прикольная Я не знаю, типа, имеет ли смысл их максить Но они прикольные То есть, с ними можно прикольно играть Мне нравится Забавная штука Далее Далее у нас Галяв брузер Ну, то есть Обычный, полноценный, нормальный гангер Который к нам, вот, вернулся из старой книжки Такой, типа, не забывайте про меня В чем его фишка? Соответственно Он тоже может в промоушн Ну, сначала дать по статам Опять же, он стоит 55 кредитов Дороже, ощутимо, чем проспект У него четвертый мув У него четвертый ВС, четвертый БС Силы Тафнос четвертый тоже Вунда одна Институт 4 плюс Атака одна Ледак 8 плюс Кул пятый Вилл девятый Инт восьмой Что сразу бросается в глаза Что эта штука лучше стреляет Четвертый баллистик против пятого Хуже ходит, имеет большую силу Вот Она тоже гангфайтер Она может промоутиться в специалиста И когда она специалист У нее появляется Tools of Trade По допуску скиллов Теоретическому Это может быть Праймари Бравны фиросити Секондари Комбот И шутинг Соответственно Гляфы и обычные Вот эти вот брузеры И брузеры специалисты Могут вооружаться Из вот этого брузер Вэпон листа Так Сразу Что бросается в глаза В чем разница Да Почему Не надо говорить Что теперь вот это вот не надо Потому что у нас есть парень Который дальше бегает Имеет четвертую Тафну И стоит на 20 гритов дешевле Все просто Что вы хотите делать Тот парень не умеет нормально стрелять Этот парень умеет нормально стрелять Он имеет четвертый БС Стандартный гангеровский Раньше Та который был То стреляет хуже Во-первых Во-вторых Он имеет теоретический доступ в шутинг В будущем Маловероятно Но тем не менее Что самое главное У него как бы допуск оружия другой Он может как бы в бейсике И у него со старта Есть бейсики В том числе хорошие Которые имеют большую дальнобойность Он может допустим В шотган Он может В комбат шотган Он может В стаб кэнон И он может В болтер Поэтому Если вам больше про стрельбу Этот парень Для вас Он будет стрелять Не в пример лучше Чем это делает Наш замечательный Форшборн Дураки Которые бегут вперед И умирают Да там С ножом И пистолетом Это больше про Форшборна Да А соответственно Если вам нужна Огневая поддержка В виде гангеров То Это по-любому Брузер Всем название Повыдавали новое Это значит Форшбосс Этот босс качалки Этот не босс качалки Они все время Выясняют Кто из них босс качалки Ну Вы поняли Так Пистолеты Болт пистол Хенд флеймер Стопган Спешалы Флеймер гранат лунчер Мельтаган Очень большой набор Класс комбатного оружия Сверху Естественно Типа мега пилы Как у предыдущего товарища Нет Но зато общий выбор Побольше Тут и топор И нож И топор побольше И булава И гаечный ключ Там разводной И двуручный топор И двуручный молоток С гранатами все в порядке Тоже Смоки Краки Зажигалки Фраги Армор Фернас плейтс Пёрсного гриппинт Побольше Из интересного Есть тим слагстэш Который у тех ребят не имеется И телескопик сайт Еще есть Поставить типа Ну оружие Короче все просто Дурак бежит вперед Это вот эта история Дешевая Да Типа более Хорошо обученный уже Умеющий воин Который умеет стрельбу Если нужна поддержка стрелковая Это естественно У нас брузер И все Здесь мы доходим до джува Вот Джув у нас теперь тоже Имеет правила гангфайтер Джув у нас сильно вырос за лето Потому что Джув у нас теперь стоит 35 кредитов Но при этом он Он по-моему и стоил 35 Но смысл в том Что он стоит 35 кредитов Но при этом он имеет Четвертый мув Четвертый ВС Пятый БС Силу Тафнас четыре Вунду одну Четвертая инициатива Одну атаку Ледак девятый Ку седьмой Вил девятый Ин девятый Короче Он по сути уже близок Очень к Голиафу Потому что 135 кредитов Но при этом у него Силу Тафнас четвертый Ну и мув из-за этого четвертый Вот Он тоже имеет правила Фастлернер Как проспект То есть Он быстрее учится И Вырасти он может В общем то тоже специалисты Скиллы У него получается Прайм Реферосити Агилити И Браун у него Секондри Смотрим Выбираем Наверное все таки Люди в большей части Будут выбирать по статам То есть если хочу Кого-то кто бежит вперед И умирает Но при этом чтобы Вот он Побыстрее двигался И плевать что у него Сила меньше Беру типа того А хочу чтобы он Сильнее бил Возьму этого В целом так так работает Так Эзотические бесты Здесь у нас есть прикольного Дальше да В этой рубрике Описываются уже Получается Как это работает И про группу Активацию Их написано И когда они Покупаются Написано И что Варгер тут написано В общем Не нужно лезть В другую книжку Это искать Написано здесь Дальше здесь у нас Написано Кто такой сам крок Это тот самый миленький Здоровский крокодильчик Галявский Которого они могут Брать с собой Он будет кому-нибудь Няшника Откусывать Хлебалу Ну тут все то же самое По крокодилу Он как бы прикольный Он няшный Он клевый Но он очень-очень дорогой Типа 130 кредитов За крокодила Это блин очень дорого Дальше У нас тут Описание Старой Трехглазой Старая Трехглазая Это у нас Драматик Персона Но при этом она Вот этот вот Мать Мать крокодилов Вот этих всех Живет Там значит Внизу У нее имеется Три башки У нее прикольная картинка Там баш вставят В чем ее фишка Она типа драматик Но при этом она Как бы Не является Ни баунти хантером Ни хайвскаун Соответственно На нее не работают Там их спешл рулы Связанные именно С баунти хантерами И хайвскаунами Она баффает Сам в кроках Вокруг себя В шести дюймах Говорит что типа Они могут Пользовать ее Кулу вилл павер А кулу вилл павер У нее четвертый и шестый Соответственно Вот У нее четвертый сейф Потому что она Ну типа Чешучит А я очень Еще она Очень старая И непонятно Чего от нее ждать Поэтому у нее есть правило Unpredictable Все атаки имеет правило Рекласс Рекласс как раз то Трейд который Ну говорит что они рандомные Поста там типа Четвертый мув второй вопен скилл Четыре вунды три Инициатива Пятый Атаки три Ну типа она чуть-чуть Покруче чем Обычный шнаппи Бьет также Феросио с клавсами Джавсами Точнее там С пятой силой По минус один Дмэш один И правилами мили и рендинг Но типа 175 кредитов Если очень хочется Поиграть От этой Зверюги То как бы я такой Чтобы вас останавливать Но надо прекрасно понимать Что это типа Милишная штука Которая стоит 175 кредитов Ну и Со всеми вытекающими Далее Хэнгерон и бруты Здесь теперь тоже В этой же книжке сразу написано Типа Как берутся хэнгероны И бруты Типа Сколько вам нужно иметь Там репутации Необходимо Для того чтобы Их нанимать И так далее Очень удобно Сразу все Описано тут И дальше тут же Описан список Да Этих хэнгеронов Что Опять же Супер мега удобно Потому что Не нужно никуда больше лезть Все у вас в одной книжке Все они здесь описаны С картиночками Со статами Все здорово Все классно Из интересного Хочется остановиться Отдельно на брутхендлере Ну типа Хемдилер Прикольный еще есть Который там Бесплатные ништяки раздает Ну сначала Вообще По списку Давайте так Брутхендлер Типа чувак Который обучает И командует брутами Хемдилер Ну понятно Чувак К нему подходишь Он плащ раскрывает У него там Все что можно Висит Все хорошо Питтрейнер Это ну типа Паскуда тварь Броси прыжок Сюда ко мне Ты не будешь смеяться Ты не будешь плакать Ты будешь учиться От и до Вот этот вот парень Который соответственно Тренирует там бойцов Ну он типа Они дерутся там в ямах И за счет этого Они там улучшаются Вот Но при этом Могут и помереть Домранер соответственно Чел который Позволяет вам Реролить По моему Результаты Лут каскетов Рок дог Понятно Типа Доктор Доктореса Руша Который Вам позволяет Халявный Medical Escort Экшн Делать Ну это все было В общем-то Лукаут Слоппер Слоппер Он позволяет Вам получить Вероятность На шестерке Восстанавливать Чуваков Из рекавери Выводить А Маджек Круто Парень Который Гансмит Говорит Что у вас С меньшей вероятностью Клинит пушки Если Есть Типа Это все По Хангеронам Не считая Брута По полезности Да в целом Они все полезные На самом деле Брут Хендлер И Хемдилер И Питтрейнер Ну там типа Домранер Какой-нибудь Ну вот он Ситуативно Может быть Полетен Но он и стоит 20 кредитов То есть он Он дешевый Его можно купить И иногда это может Сралять А те кто Почти всегда полезны Типа у того же Питтрейнера Рокдока Брутхендлера Хемдилера То есть Хемдилер Тоже 25 стоит Но эти они и подороже Брутхендлер Вообще По-моему Он именно у Галяфа стоит 55 кредитов А так он вообще пипец дорогой Если там в других листах брать Так что брать можно все что угодно Но я говорю Особенно хочется Сейчас конкретно остановиться На Брутхендлере Потому что дальше Мы переходим к чему А именно к Бруту Галяфовскому И Я уже про него говорил до этого Когда мы в первой книжке Обозревали В чем Проблема этого Брута Проблема этого Брута В том что он Ну давайте еще раз про него расскажем Может кто-то не смотрел Первый ролик Или не хочет Эта штука Которая стоит 210 кредитов Имеет статы 3 плюс Вэпнсхилы 6 плюс Баллистик Четвертый мув Сила 6 Тафнес 5 Вунде 3 Инициатива 5 плюс Атаки 3 Ледак 7 Ку 6 Вил 8 Инт 10 Экипирован он Типа двумя фистами Его можно сразу же прокачать Купить ему Типа там Мутейтед фисты Более крутые Мутирующие Мегаруки Так надо делать Вот Можно купить ему Стим слагстэш Так надо делать И можно купить ему Афернесс плейтс Тут в принципе пофигу Особо там Ну типа 5 плюс эйфом Ничем не поможет Но спереди Типа бокам 6 Но с другой стороны Лучше его иметь Чем не иметь Учитывая что он стоит 10 кредитов Он стоит 210 кредитов сам Получается Если вы купите еще Стим слагстэш И фисты Мутируете Он сейчас стоит 300 кредитов И в этой ситуации Лишние 10 кредитов Они как бы Ну что они есть Что их нет Лучше Лучше докупить Что он еще умеет Он умеет В комбат хемстэш Такая же штука Как у этих Стимеров новых То есть У него там Ошейник есть Который там Дополнительную химозу В него впрыскивает Атаку получить Но если нет Единичку То оподливится Жестко То есть У него показатель атак Полет до единицы В скиллы он Технически Теоретически Может Браун Праймари Секондари Комбат И Феросити А и Праймари Масл У него еще есть Это как раз новая ветка Что прикольно Кстати говоря В чем была его проблема Проблема была в том Что это был Медленный И при этом Чисто милишный Брут У него не было Никакой Это круто Но Это просто Очень большой Милибист Такой Который идет вперед Чтобы вас постукать Функцию фаермагнита Он должен тоже выполнять А вот в ситуации Когда у вас Нету защиты От пина Получается Что он Таким себе фаермагнитом является Типа в него стреляет Какой-нибудь Обычный Значит Бомж Какого-нибудь Реклеймд автогана Сделанного из говна палок Из экономленных пиломатериалов И просто пинит его И типа Модель противника Там За 50 условно кредитов Ну там Из головы цифры Или дешевле на самом деле Там Смотря Что за модель Она просто Ну вот Ее задача на игру Она такая Я вот буду раз в ход В тебя стрелять А в тебя стреляет Ты пинешься И ничего не делаешь У тебя моделька там За 50 кредитов условных Просто динает всю игру Модельку за 310 условных кредитов И это боль То есть Можно было аккуратно Пытаться этим играть Но только в некоторых сценариях Оно могло сработать Когда вдруг получилось Как-то выставить его нестандартно Выиграть инициативу И тут она вбежала Что-то сделала Всех напугала Зарабу Все такое Короче Подавляющее Большинство игроков Естественно Зеркаром не играли И не играли Потому что Ну Понятно что Бэк-бэком Лор-лором Выигрывать тоже хочется И иметь в себя Типа в армии моделев Которые Толком Ни хрена не делают И при этом стоят Как треть ростера Стартового Ну Это Достаточно Неприятно Тут мы возвращаемся К нашему Замечательному Брутхендлеру Ну Может только одного Тренировать Соответственно Когда он его тренирует И Брут Имеет возможность Проходить И Типа Он может либо Оказаться слишком свободолюбивым И своевольным Либо Поддаться тренировке Если он поддается Вот этому тренингу Ну короче Такой бизнес-коуч приходит Инфо-цыган с саной Простите Значит Возможно Раздает вашему Бруту Дополнительные Д3 единицы экспириенсы И это на самом деле Охренительно Потому что Просто из воздуха Д3 экспириенсы Да еще и на модель Которая Далеко не всегда успешно И хорошо качается Это кайф Это очень круто Да Тут надо в следующий момент Рассказать У меня есть правило Part of the crew Что в отличие от других хэнгеронов Этот чувак Всегда готов воевать Он всегда готов воевать Вы можете в каждой игре Стоять его на стол Ну типа Он может рандомиться В сценариях Где типа Рандомный вывод войск И можете его выбирать Типа Ну там короче Есть custom selection Есть типа random selection То есть он может быть На столе каждую игру И это круто И При этом Если Самое главное Почему это так важно Для этого брута Для зеркера Если он стоит И активно Находится в трех дюймах От союзного брута Этот брут Получает правило Nerves of steel И Может реролить Любые лидер шип Кул Вилл павер Или интеллидженс чеки Которые он должен Проходить Это Просто Оху Это то Что выводит Товарища зеркера Из разряда Ну По общепризнанному мнению Неграбельного говна Да Ну Я люблю говорить Очень ситуативные модели Но Смысл от этого Не всегда меняется Это реально то Что выводит Зеркера из вот этого Вонючего болота В котором он застрял На Совершенно новый уровень Да Это все еще Вам нужно докупать Еще одну модельку Чтобы это работало Да Эту модельку Его могут убить Как бы Да Если эта моделька По результатам игры Соответственно У вас получит Ластинг игры Или Типа У нее И должна будет измениться Файтер карта Она покинет ваш ростер То есть он уйдет от вас Он такой Типа Не ребят Что-то у вас тут больно по голове бьют Мне не нравится И уйдет Есть шанс его потерять Да Его нужно еще купить За 55 кредитов Это немало Что тоже Ну это я тебе говорю Это намного По-моему в два раза меньше Чем вот он стоит для других Но Это Это тем не менее Шанс нормально поводить Зеркера Потому что те люди Которые прям очень хотели Зеркера Но Ну никак не могли себя пересилить Потому что ну блин Типа 310 кредитов За то что не играет Это слишком жестко Теперь Вы можете Да вам придется еще доплатить Потому что типа Брутхендлера Надо будет таки купить Но вы сможете Нормально поводить Зеркера наконец-то Ура Аплодисменты Ура товарищи Трое кратное ура Теперь Это стало возможно Все еще нужны костыли Но тем не менее Это возможно Хотя бы на костылях Дальше По доступным брутам У нас соответственно Амбот Лютер паттерн Экскавейшн Автомата Наш любимый Всеми любимый Амбот Ну по статам Напомним Четвертый мув Третий ВС Пятый БС Силы Тафнос пятый Три вунды Пятый и не а второй Две атаки Восьмой ледак Шестой кул Восьмой вилл Девятая инта Может соответственно Заменить Одну из своих клешней На графис За 90 кредов Сам он изначально Стоит 215 кредов Собственно В сейфмод Включаешь Если вывозишь Сейфмода В начале Одного из раундов Он сходит с ума Дальше Кскавейшн Автоматы То что Если у вас есть Майнворкингс И у вас есть амбот При этом Можете дополнительные Д6 Денег Ну и каму Типа получать С этой территории Если он у вас там копает Ну типа амбот Это штука Которую я создавал Чтобы копать Вот он копает Лучше чем обычные люди Внезапно Очень Никогда такого не было И вот пять Дальше вэлью было Соответственно если амбота Поймают И его типа не спасут То банда которая Его значит Поймала Может продать его Гилдером Ну типа Как обычного Преступника Как обычного Заключенного Или она может Оставить его себе Бесплатно абсолютно Ну при условии Что у нее хватает Для этого репутации Чтобы взять еще одного Хангерона Ну типа Это очень неприятно Для того кто потерял Амбота Но очень приятно Для того кто его нашел Потому что амбот Прикольная штука Задорого И получить его на халяву Конечно же всем хочется Вот По скиллам У скилла сразу есть Скилл инфильтрейт Вот именно Та фишка Из-за которой Он всегда считался Там для Техщик голиафов Круче чем обычный Зеркер Потому что Ему не надо было Его также могли пинить К сожалению Потому что Да Вот он Он пинится Да Он может вылезти прямо Рядом с противником Ну в общем то Начать создавать угрозу сразу Если повезет Еще и выбежать сразу Да там кого-то там Покушать Если не повезет Ну как минимум Он станет намного более Важным фаер магнитом Чем Зеркер Потому что оно будет прямо Под жопой И скорее всего Она все таки будет там Где вы захотите Не там где-то сможет пинить Какой-нибудь Обрыганный гангер Ну гангер У него по скиллам В праймаре Фиросити В секондаре Получается Бравный комбат И Фиросити это круто Потому что В Фиросити Как раз есть стальные нервы И допустим Если комбинировать его Как раз вот с этим Брутхендлера То он может помочь Амботу Побыстрее Выучиться Стать очень умненьким И Прокачать себе Нужный скил Ну вот Что круто Ну типа Нормально Ходить За амботом И шлепать его по жопе Он не сможет Ну точнее он сможет Но тогда вы не будете пользоваться Инфильтрой Скорее всего Что такое Третий доступный Получается Этот самый Брут Для них За 180 кредитов Это Йотун Органсервитор Соответственно Мув пятый Вэпон скилл Четвертый Баллистик пятый Сила пятая Тафнос пятый Вунды три Инициатива четыре плюс Атаки две Ледак седьмой Кул шестой Вил восьмой Им девятый Коротко говоря Ну там типа Праймари браун Комбо фиросити Скиллы возможные Проще говоря Это Ну еще один Милибист Да Брать его Или зеркера На выбор Что ему больше нравится Что больше хочется Принцип Тот же То есть то же самое Что я говорил про зеркера В принципе работает и здесь Естественно только Вот он стоит Изначально 180 кредитов То есть он дешевле Он может там типа Заменить один из своих Агументных фестов На арквилдер И вы так скорее всего Сделаете Потому что арквилдер Это лютая вообще штука Которая там коверкает Абсолютно все Вот Вряд ли возьмете Потому что типа Рандомная Вещь Может наоборот Сделать себя дешевле Заменив один из Фестов на Спаджекер И может соответственно Фернесс Плейс на себя надеть За 15 кредитов Чуть дороже для него стоит Фернесс Плейс Чем для зеркера Ну и в общем то И фиг с ним Короче это еще один Милибист Кого брать Решайте сами Работает по тому же самому Принципу Вот с этим самым С Буртхендлером Конечно Начинает работать Но надо понимать Что это доп.деньги Дальше Хардганс Здесь опять же Теперь описано Прямо вот В книжке В этой Что круто и здорово Соответственно тут написано О том как это работает С чем-то едят И дан список Доступных Изначально Да Это вот Хайвскамы Есть Соответственно там С правилами С вами там Их я уже не буду прям Подробно зачитывать Потому что это такие Совсем опциональные штуки Не все будут ими пользоваться Скорее всего Ну посчитать можно Главное что здесь Теперь все это есть И плюс они доступны там многим Хайвскам Баунтихантеры Соответственно Хайвскамы получается По 30 кредитов Баунтихантеры по 80 кредитов Баунтихантеров Можно еще и выбирать профиль Больше вас интересующий Достаточно много скиллов Ну типа обилоках Прописано Как это все работает Все вот видите прям Все описано здесь Здесь Никуда больше лезть не надо Лишний раз Все работает А если надо Здесь написано куда Обычно Далее из интересного Хаус эйдженс Что такое хаус эйдженс Хаус эйдженс это типа Еще одна механика Позволяющая вам Получить бонус Или некий Бун Да Если у вас дела идут Не очень хорошо Что круто Типа это грубо говоря Еще одна механика Поддержки Там Отстающего игрока Как она работает Она говорит что Там ваш Лидер Может составить Некакую петицию Соответственно Послать эту петицию О том что он хочет Нанять Агента дома После этого Нужно сделать бросок По ниже приведенной таблице Вы бросаете по этой таблице Д 6 кубик И прибавляете свою репутацию И в зависимости от того Что вы там выбросили Вам либо дадут бойца Либо не дадут бойца Халявного этого Либо дадут но за деньги Либо дадут но за небольшие деньги Вот То есть И от 1 до 5 соответственно Вы можете его получить за 40 кредитов От 6 до 10 Вы можете получить его за 80 кредитов За 11-15 соответственно Все в порядке Вам его не дадут Ну точно нет Для вас не в порядке Наверное Вы и так достаточно сильные ребята Если соответственно Вы кидаете 16 или больше То вам говорят Что вы вообще походу Офонарели в конец И вы мало того Что не можете Типа нанимать На эту миссию Хаос агента Так вы еще Ой Почему хаос агента Походу я агент хаоса Проговорился Извините Вы не можете нанимать Нет Управленный хаос Хаос и хаос Там хаос Тут хаос Может очень музыка Короче Не можете нанимать На эту битву Агента дома И при этом Еще должны заплатить денег За то Что вы значит Пишите всякие глупые петиции Вот это так написано Да Тут еще приписка хорошая Еще и дальше будет правило Хаос фейвор И если вы просите Ну типа Обращаетесь В петиции На хаос агента Вы хаос фейвор Уже бросать не можете Нужно выбирать В общем получаете Чили босс себе Тут есть профили этого чили босса Профили хорошие Как бы Такой типа Ну грубо говоря Это чемпион Халявный для вас Круто Тут вот есть пример Этого хаос агента Тоже наверное Вставит Паша Картинку Он очень пафосно выглядит Прямо вот в духе Старого Старого пафоса Классно Эйджекс Горгот Lord of the feast Голиаф Альфа Хаос Эйджент У него там своя табличка И он дороже стоит Но это такой огромный мужик С гигантским стальным гребнем На башке И серого клешнёй Серого клешнёй И чейнсардом Дальше у нас идет раздел О сильных альянсах Которые доступны Дом Гляф И что у нас здесь есть Здесь во-первых написано Как заключать альянс Опять же вот по ступеням Прямо от одного до пяти Всё здорово Здесь написано о том что Как бы альянс это всегда И бенефиты и дроу-бэки Что круто Кстати говоря сделано То есть у вас нет такого Что вот вы там заключили Альянс этими ребятами У вас это только позитивные стороны Негативных нет Нет они есть И это самое классное Что у вас Понятно что альянс бывают разные Где-то там Более серьезные негативные стороны И позитивные где-то менее И в разных комбинациях соответственно Но Основной смысл заключается в том Что Ну типа Никакая вот эта вот помощь Никакая вот эта вот халявка Она не приходит сама по себе То есть у вас всегда Уважаемые люди Когда вы у них попросите помощи Обязательно потом с вас спросят Так всегда Здесь об этом подробно написано Про тест на альянс написано Здесь тоже Как-то работает Вкратце Альянс Он как бы Люди ожидают вас Каких-то конкретных действий То есть типа Или В некоторых ситуациях без действий Или там По определенным триггерам Они от вас что-то просят Если вы их просьбы не выполняете Если вы свои договоренности Не держите Они Могут решить Что кажется Вы может быть Не достойны этого альянса И стоит как бы с вами Всяческие отношения разорвать И Для этого вот проходится Специальный тест Вы кидаете по таблице Смотрите что там получилось Типа либо Дисквайд происходит Это типа что Ну Все в порядке Вас на первый раз простили Там Либо Ворнинг соответственно Что Все нормально Вы типа работаете вместе Но на следующую миссию Вы не получаете Бонусов альянса Типа вам сделали серьезный Выговор Предупреждение Ну и Брокин соответственно Сорри извините Больше мы с вами не сотрудничаем Собственно альянс Которые доступны Да вот дому Голиаф Первый Это Гильдия рабов Что в общем-то не удивительно Поэтому и House of Chains В чем бенефиты Ну во-первых это Law Abiding Лай То есть типа Вы можете заключать с ними союз При условии что вы Law Abiding банда То есть вы Банда Не outlaw Не Вы закон Вы представляете закон А не беззаконие Ну если это важно В той В той компании Которую вы играете Потому что не во всех компаниях Это вообще нужно Дальше написано что это Сильный альянс То есть как раз Вот Что это значит что это сильный альянс Это значит что Если вы там где-то ошибетесь Где-то вот Вас попросят Пройти чек На альянс На первый раз Вы можете сказать что вы Автоматически прошли его На самый лучший результат Типа Вас там уже знают Поэтому вас там Вам там больше позволяет Weapon Training Что это такое Это очень прикольная штука Он говорит что Если вы заключили союз Вот с этой Ну альянс этой гильдией соответственно То В Pre-Battle Sequence Вы можете выбрать Одного из своих чемпионов Или лидера Вот И этот выбранный боец С вами получает Один дополнительный скилл Выбранный из праймери ветки Ну на эту игру В общем то Это достаточно круто Достаточно интересная вещь Во время Pre-Battle Sequence Соответственно Они могут пытаться Нанимать Этих самых Репрезентатив Ну типа Специальные бойцы Этой самой гильдии Вот Модельки я думаю Видели уже там Модельки которые гильдии выпускают Они достаточно крутые конечно Там И вот эти вот Ребята из слейв гильдии очень крутые Ребята из гильдии воды Там Ребята из гильдии воды Там вообще Очень многие текут Просто по всему интернету Вода течет И все текут Ну и дальше там описаны Всякие штуки По минусам Guard Duty соответственно В начале Pre-Battle Sequence соответственно Когда Банда выбирает Какой сценарий Должен быть Сыгран Кидается до шестой На Образок 1-2-3 Банда Должна Выбрать Лутерс Смэшн Грэп Караван Хайст Или Скорт Мишн И выбрать Роль Дефендера На 4 плюс Могут выбирать сценарий Как обычно Банда может выбрать Не кидать Д6 Сыграть по стандартным правилам Но если она это делает То она должна Пройти тест на Альянс Соответственно Подождите Мы с вами так не договаривались После игры Соответственно Постгеймс Если банда захватила Ну каких-то бойцов Противников Плен Они должны Тут же быть Отданы Гильдии рабов Банда может Вместо этого Отказаться И оставить себе Рабов Или продать их гилдерам Ну по стандартным правилам Но если так делают Они должны Пройти тест на Альянс Соответственно Это тоже для вас дополнительный минус Вместо того чтобы Играть Rescue Mission Банда может Согласиться На половину Стоимости Пленника Округляя в верхнюю Большую сторону До 5 кредитов Но если они так делают То Альянс Автоматически Разрушит То есть как вы посмели Вообще за нашей спиной Торговать рабами Хотя мы есть гильдия рабов Ну в общем Все понятно Есть бенефиты Бенефит прикольный Спор нет Есть как бы Дрогбеки Дрогбеки достаточно очстимые Следующие ребята Это нарко лорды Есть ситуация Тоже Стронгальянс Вот Здесь Ситуация Немножко Обратная Что Становиться могут Те кто соответственно Аутло Гэнгом являются Соответственно если вы заключаете с ними совесть Там самая главная прикольная штука Что типа для вас редкость И Легальность Соответственно Всяких химических штук На черном рынке Она снижается И Соответственно Вы не должны проверять Ну типа закончилась ли дурь у вашего местного барыги До тех пор пока Вы Собственно в альянсе находитесь с нарко лордами При этом собственно вы еще можете получать дополнительных нарко уродов То есть такие абсолютно обрыганные Соседние его пивные курильни Которые там выползают Облеванные Обрыганные Вот они могут быть вашими друзьями И воевать с вами Ну Хорошее это или плохо Я уж не знаю Но может помочь И Из Другбеков Вах смогут заставить Короче По всему Андерхайву Оставлять закладки Соответственно Курьер ворк Называется Собственно Когда вы Ну Наверное такая же особенность Если у вас есть опция Выбора сценария Конкретно у вашей банды Вы кидаете кубик Там на 1, 2, 3 Выбираете определенные Сценарии Ну естественно там Типа связанные с наркотиками Каст Харвест есть На 4 плюсы Все в порядке Ну и Payment View еще В Post Battle Sequence Если ваша банда Получила кредиты Как Награды За сценарий Вы должны Отдать Д3 на 10 кредитов Вашим нарколордам Если Вы решили Что нет Извините Мы оставим Как бы все денежки себе И отката не платите Своим друзьям Тогда Надо проходить тест на лен И Следующий The Last but not the least Это House Grime Что-то более серьезное То Они Позволяют делать По Бенефитам Бенефиты Соответственно Во-первых им абсолютно пофигу Кто вы там За Закон или беззаконие Вы сражаетесь Их это абсолютно не интересует Поэтому Любые могут Присоединяться Туда Это тоже Strong Alliance Это уже объяснялось Finest Ordens Это их Бенефит Что это такое Это Типа Самый прикольный Самый крутой бенефит Вот именно House Grime В чем его фишка Фишка в том Что он говорит Что вам привозят Самые клевые пули Самую крутую взрывчатку И вообще все остальное Снабженку Вот И поэтому Вы можете Ну как это В игровом механике Отражается Вы можете Реролить Любые Амачеки Которые Вам нужно делать И это очень круто Ну коротко говоря Очень круто Для тех кто не играл Некрамуду Наверное кажется Что Амачеки Это не самое важное По факту Амачеки То что может вам Игру проиграть Нафиг Это очень полезная вещь Милитариатташе Говорит Что типа Во время Прибатла Вы можете добавить Собственно Милитариатташе Вот этого дома Грайм Свой ростер Если Ваша банда Встречается с противником У которого Выше Гангрейтинг Чем ваш Соответственно Вы должны Вообще Этого Хаос Грайм Милитариатташе Включить Иначе Вы будете Вынуждены Проходить тест Минусы Маршал Прайд И Милиши Драфт Маршал Прайд Говорит Что если Ваша банда Проигрывает Сражение То Соответственно Один из ваших файтеров Гангфайтеров Ну именно То есть боец С правилом гангфайтер Икс То есть любой гангфайтер Вы его отдаете В общем то Вот В армию Вот Как наказание Видимо Вы можете этого не делать И оставить себе всех Ваших бойцов Но тогда вам нужно будет Опять же проходить тест На Альянс Милиши Драфт Это типа по сути Регулярный призыв Говорит Что в постбаттл секвенс Если в вашей банде Есть Хотя бы какие-то бойцы Из правил гангфайтер Джув Вот То есть в вашем случае Это вот эти вот Булли Эти забияки Забияки Хулиганы Хулиганы Вот Споминается То Вы Кидаете за них кубик Соответственно Единичку Парня Забревают в армейку Все Вот Опять же Можно своего парня Припрятать где-нибудь На чердачке Или в подполе И не отдавать Но вам опять же Придется за это Поплотиться Броском Собственно Тест на Альянс Такие дела Дальше соответственно У нас идет Описание Вот этих вот Спец бойцов Добойцов Сначала это Слейверантураж Это соответственно У нас специальные бойцы Из гильдии рабов Которые вы будете Иметь возможность взять Да К тебе в ростер Если заключите Союз с гильдией рабов Это вот Чейнлорд Шекельман И Питфайтер Про них не будем подробно Потому что тут Есть что почитать И как бы Сами потом посмотрите Здесь Все их Спец правила Написаны Да Все их Игры Про группотивацию Их написано И про то кем они являются И про эквипмент И про скиллы Про все Вот Так что Можно почитать Все опять же В одной книжке Здорово удобно Дальше у нас идет соответственно Вот это вот Характеристики Спецобилки Скиллы Эквипменты Все такое Все такое проще Связаны уже с Хаусграйм Милитари Аташе Которые тоже есть Типа двух видов Вот Ну типа Поглавнее Помладше Типа Тоже все здесь написано Можно почитать Все здесь есть И лор здесь описан сверху И Спецрулы все тоже Описаны Дальше мы переходим В следующий раздел Да Книжка все еще не кончилась Книжка не кончилась Это мы еще лор вообще не затрагивали То есть как бы Бэк мы вообще даже не трогали Дальше идет Раздел Одишнлрус Дополнительные правила Что это такое Ну типа Некоторые дополнительные правила Которые в общем-то Не обязательны К использованию Но могут добавить Веселости Прикольности И зависимости В общем-то от вашего желания Вот того типа Как вам скажут арбитратор Играть с этим нет Ну как бы можно играть Первое это Галяв Сапплотс Что такое вообще Сапплотс Я не помню Об этом рассказывали или нет Это типа ну такие Еще одно Допправило специальное С которым можно играть Окей их можно использовать Можно не использовать В зависимости от вашего желания Это желание там арбитратора Вот И есть там общие Сапплоты Которые можно использовать А есть теперь вот уникальные В данной ситуации частные Да это Галявские Сапплоты Как-то работает Грубо говоря там у вас есть Колода карт Вы тащите оттуда карточки Карты граильных имеется в виду Вот Можно купить обычные В ларке там за 50 рублей Там или сколько они сейчас стоят 30-50 я не знаю Можно как бы Как пить красиво Если вообще сможете найти вот эти вот Бланшовские Я бы очень хотел Кстати У меня нет И соответственно Использовать их Что они делают Они делают Ну типа дополнительные билки Дополнительные плюшки Дают вам во время игры Например вот там Raw aggression Там чистая агрессия Неразбавленная Ничем Говорят что типа если у вас Ну вы можете вскрыть эту карточку В конце игры При условии что у вас осталась Хотя бы одна модель Да Хотя бы один боец На поле битвы Если при этом все Ваши оставшиеся бойцы Находятся во вражеской Диплоймент зоне Вы получаете дополнительно Д3 репутации Вот Если при этом еще никто Из ваших бойцов Кабы в out of action не ушел То 2 до 3 репутации вместо этого Круто Можно нафармить много репы Там типа Кингхит На туз Да Говорит что если Один из ваших бойцов Вырубает вражеского бойца А нам то так И ну просто кулаком В лоб он убьет И тот типа Уходит в out of action Куда игра не считается Кстати говоря То вы получаете На этот боец получает Д3 плюс одну экспу Что круто и много Вот И кстати игроком биться С одним из скиллом С одним скиллом Уникальным Вот этой вот новой ветки Масл И Если при этом Боец там был заенгейджен С двумя или больше Противниками То он получает Д6 плюс 1 Experience point Ну круто Я просто два верхних Прочитал первых Чтобы понять Как Я устал И хочу есть Просто как пример того Каким образом Это можно реализовывать Как это вообще Работает То есть эта штука не обязательна Она добавляет рандома В игры Но она веселая Прикольная Если хочется С ней можно играть И теперь есть не просто Общие Все Это все Вот, соответственно, это все вот эти штуки Дальше House Favors House Favors это, собственно, типа помощь дома, которая была примерно раньше Вот, она теперь уникальная То есть раньше просто была, по-моему, табличка помощи дома Теперь вот House Favors, он уникальный Там ранее писалось, что типа нельзя использовать одновременно вот этот House Favors И как он там назывался Ну, короче, когда бойца дает бесплатно Типа чемпиона Кстати, петицию пишешь, я не помню, то есть как рул называется Ну, там где-то раньше я об этом говорил То есть оно в тандеме не работает Но можно еще и с этой штукой играть Как это работает, если вы играете, соответственно, с бандой, которая этим больше, чем вашей в компании Выкидаете, можно бросить по таблице, да, и добавить, собственно, результат Ну, типа, добавить Сделать то, что здесь написано Короче говоря Собственно, делается на старте кампейн недели Или же, ну, типа, по усмотрению арбитратора Если вообще это вводится То есть если вообще с этим можно играть Может быть, как бы будете играть без этого Тоже прикольная механика Она может подтянуть слабых Это хороший, как бы, вшитый Вшитый механизм, да Обеспечение какой-никакой поддержки Вот отстающим игрокам Это круто Это всегда круто Дальше, соответственно, Muscle Skills Это уникальные дополнительные мускульные вот эти вот скиллы Доступные некоторым голиафам Здесь перечислены По-моему, мы уже говорили о них Когда говорили об Огринах Но, типа, будет, наверное, странно В разговоре о голиафах Не рассказать про Muscle Skills Тем более, что у них есть бойцы Которые могут в эти скиллы Тем более, что одни из них Это новые чемпионы Которые всем очень нравятся Которые реально клевые И, как бы, об этом сказать надо Feast of Steel Собственно, тот самый скилл Который говорит, что ваши анамт атаки Что у них на 2 выше сила Чем обычная И они носят 2 демеджа Ну, то есть Обычный голиаф Типа, с 4 силой Этим скиллом Будет приходить И без оружия Бить вам в лицо С силой 6 И демеджем 2 То есть, обычных людей Он будет пробивать на 2 плюс И при этом вносить в них по 2 демеджа Круто это? Да Это круто Типа, это ситуативная штука Естественно Потому что В ней, опять же, больше лора и фана Но технически Типа, лупить противника кулаком Круще, чем там Спарджекером каким-нибудь Это клево Вопрос в том Типа, тратить ли на это драгоценный Вот этот скиллпоинт Ну, тут вопрос каждого Знаю, что вот мы играли Вот после кампании Там была миссия Где рандомные бойцы Которые не были подготовлены К тому, что И сейчас ждет Попадали на арену Вот И у Андрея Там есть замечательный наш товарищ Андрей Отвечалов Вот Он туда, ну, собственно Играл с нами И вот его боец Один из бойцов Попал на эту самую арену Этот боец, по-моему, был вооружен Какой-то Каким-то стрелковым мощным оружием Не было мили оружия Там нужно Пришлось драться Тут он такой, типа Блин Не зря взял И начал просто лупить всех этими Кулаками под водем От жестыки И делать Мо-ха-ха-ха-ха Это было весело и смешно Так что, видите Может пригодиться В целом, говорю Больше профан То есть, может быть, полезно Но, типа, занимает Драгоценный слот Дальше Айронмен Шо это такое? Железный человек Кстати, это один Из самых клевых, да Он говорит, что Кафна с этого бойца Не понижается С помощью флеш-вундов То есть, ну, там, допустим У вас, там, пятый тафнос Условно Там, четвертый тафнос Вот у вас четвертый тафнос Вам вносят две флешки И у вас вносят второй тафнос Если вы получите еще Два раза удар в тафнос Ну, типа, два раза еще Флешку в вунду получите Вы отъедете Как работает, если у вас этот скилл? Вам, там, две флешки вунды повесили У вас был четвертый тафнос У вас остался четвертый тафнос То есть, вот он каким был Таким он и остался При этом, если на вас будет, то есть флешфунды на вас, которые лежат, они технически нужны только для отражения того, когда вы, ну, типа, грубо говоря, истечете кровью. То есть, если количество ваших флешфундов сравняется с вашим изначальным показателем Тафнеса, вы все еще, как бы, отваливаетесь, так бы, убираете модельку. И так работает. Но при этом Тафнес для противников не понижается. То есть, типа, вас как было тяжело пробить, так и осталось. То есть, вы, по сути, чертов Блэйн, который там, которого Пончо спрашивал, типа, ты же истекаешь кровью, мужик. У меня нет времени истекать кровью. Это вот оно. Это реально Блэйн из Хищника. Дальше иммувабл стендс. Это, я тебе говорю, Iron Man очень крутой скилл. Иммувабл стендс. Говорит, что этот фейдер получает возможность делать дополнительные действия, уникальные. Здесь называется затанковать. Это дабл экшен, который делается во время его активации. Как работает затанковать? Говорит, что до конца, ну, типа, он делает эту штуку, там, не знаю, ставит какую-то позу, там, напрягает булки, что-то еще делает. До начала следующей активации этого бойца, этот боец увеличивает на 2 свой армор сейф до максимума в 2+. Не может быть сдвинут с конкретного места, на котором он сейчас находится, никакими скиллами или вэпон трейтами, и не может быть запинен. То есть он просто приходит, сжимает мегабулки и, типа, никуда не двигается, получает плюс 2 ксиву. Ну, танкует, короче говоря. Для чего, может быть, полезно, ну, типа, чтобы в него стреляли, ну, типа, чтобы проходили тесты, чтобы стрелять не в него, например. Следующий скилл называется «На-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Ну, типа, крик. Много буков заглавных. Собственно, громко орать, кричать. Это возможность получить третий экшен во время своей активации. Собственно, во время своей активации, после того, как вы завершили свои первые два действия, вы можете попробовать получить третий. Кидаете до шестой. Если бросок равен или меньше вашего тафноса, можете сделать экшен. Если бросок больше вашего Тафноса или шестерка, то активация тут же заканчивается. Вне зависимости от того, был ли ваш бросок успешным, ваша, когда активация заканчивается, боец автоматически пинится. И при этом это нельзя отменить скиллами типа там Нервзов стил. Это очень крутая штука. Возможность получить себе третий экшн-поинт – это очень жестко. Это классная вещь. Следующий Unleash the Beast – это скилл, который, опять же, добавляет вам действие уникальное, только теперь не Double Action, а Single Action. Действие называется Flex, то есть ваш боец начинает флексить. И когда он начинает флексить, а флексить он начинает, соответственно, в базовом контакте с другими бойцами вражескими, и вот вражеские бойцы в контакте с ним должны пройти тест на силу или отпушить на д-3 дюйма от него. И останавливаться в том случае, если подойдут в контакт с другим бойцом или Impassable Terrain. Ну, то есть, видимо, вы очень жестко играете своими дутыми титами, и противники решают, что лучше от вас куда-то там отступить подальше. Потому что мало ли что у него на уме, ведь он, возможно, именно он и есть босс-качалки. А это уже опасно. И травма опасна. Следующий Walk It Off. Это тоже очень крутой скилл, на самом деле. Как он работает, он говорит, что если этот боец совершает два или больше Move Simple Action, во время своей активации, он может пройти Toughness Check в конце активации. И если он проходит Toughness Check, то он может восстановить одну потерянную вунду или сбросить в себя флеш вунду. И это, откровенно говоря, круто. Ну, типа, это вшитая хилка. Ты, типа, ну, ты ходишь и хилишься. Прикольно. Дальше. Дальше чуть ли не самое важное, что есть в этой книжке, уникальное для новых Голиафов, идет. Непонятно, почему оно только сейчас идет. Я бы это, на самом деле, пораньше поставил. И мне непонятно, почему это идет после optional rules, additional rules, точнее. Но, ну, приписки additional rules. Но это чуть ли не самое важное, что здесь есть. Это Goliath Jeansmithing. Smithing. Goliath Jeansmithing. Ну, не для кого-нибудь секрет, что Голиафы, типа, они там были искусственно созданы и так далее. Но теперь уже прошло время, ситуация изменилась. Ну, скажем, проще написали новый бэк. Вот. И Голиафы есть трех типов. То есть, есть ватборные, есть надборные, есть анборные. Вот такие ватборные. Ватборные – это типа Голиафы, которых все еще выращивают вот в этих вот специальных баках, в цистернах. Вот, они там растут. Чаще всего их заказывают по какие-то конкретные задачи. Вот выращивают эти Голиафы, они там что-то идут, делают. Надборные – это те Голиафы, которым уже рассказали, что такое тычинки и пестики. И поэтому они делают тайный клейный Трахбах Мьюзик и рождают новых Голиафов. И анборные – это типа ребята, которые приходят из других домов, но хотят стать Голиафами. Ведь посредством вот этого самого генного изменения, генной инженерии, да, они и становятся вот этими новыми Голиафами. Бойцы с правилом Гангфайтер, любые там, что джуга, что проспекты, что гангеры, они могут иметь не больше одного апгрейда джинсмитинга. Ну, не больше одного генетического апгрейда, скажем так. А бойцы с правилом Ганг Ирорчи, то есть лидер там или чемпионом, могут иметь не больше двух вот этих генетических апгрейдов. И плюс там еще дополнительные деньги тратятся, да, ну, на тип – ватборн, отборн, отборн. Ну, там или не тратятся. Начинается тут все у нас с ватборнов, соответственно. Какие есть апгрейды ватборнов? Ну, надо понимать, что эти штуки, они могут быть, они могут и плюсовые эффекты иметь, ну, типа и положительные, и отрицательные. И у всего есть причина. То есть вы можете сделать себе более хренового бойца, у которого не хватает каких-то характеристик, ну, допустим, ненужных вам характеристик. Но при этом он будет дешевле стоить, и вы сможете впихать его в изначальный ростер. То есть еще и вот так вот можно настраивать. Поэтому я уже говорил где-то когда-то, что голиафы новые – это просто чертов конструктор. Это очень прикольно. Ну, ладно. К делу. Генетические апгрейды ватборнов. Reduced bone density. Ну, типа уменьшенная плотность костей. Она говорит, что сила или тавность этого бойца уменьшаются на один. И вроде как это хрень. Но это делает вашего бойца на 10 кредитов дешевле. Допустим, у вас есть боец, которым вы никогда не собираетесь лезть ближе, не будет. Вам это вообще не надо. Вы можете сказать, что он ватборн. Убрать ему один поинт силы и срезать с него 10 кредитов. И таким образом, допустим, насобирать на какой-то важный для начала там кусок варгиры, на который у вас ну никак не хватало денег на старте. Следующее. Corrupted slack. Ну, такой тупенький получился. Соответственно, паренек. Вы уменьшаете его лидершип, willpower и intelligence на один. Но при этом уменьшаете его стоимость на 5 кредитов. То есть, если вы не планируете пользоваться этими вторичными характеристиками, они действительно не так уж часто нужны. Вы можете их срезать и получить себе бесплатные 5 кредитов, по сути, сверху, за то, что у вас будет имбецил, но зато действенный. Fearless but foolish. Вы можете повысить кул на единицу, но уменьшить интеллект на единицу тоже. В общем-то, действие полностью оправдывает название. Останавливается бесстрашным, но тупым. Это будет стоить уже, вот теперь уже стоить вам 5 кредитов. В целом, это может быть, опять же, прикольный. Это не так часто нужно. Кул нужен часто. И можно сделать глиафа с уже крутым кулом. Глиафом с просто сумасшедшим кулом. У вас может быть третий кул. То есть, типа, единственный провал для вас будет, ну, без модификаторов на 2 кола. У некоторых. У одного бойца, по-моему. Ну, короче, это круто, в любом случае. Genetic. Ancient? Да. За 10 кредитов вы платите 10 кредитов и улучшаете лидерство, willpower и интеллект на единицу. Обратная ситуация. Вам не нравится, что вторичные характеристики глиахов не очень. Вам хочется, чтобы он нормально какие-то там миссии играл специальные. Просто вам не хочется тупого босса, например. Вы платите 10 кредитов, делаете его не тупым. Ну, типа, менее тупым. Менее безвольным. И увеличиваете его лидерские качества. Hardened Immune System. Соответственно, за 5 кредитов, говорит, что попадание от оружия с трейтом газ или токсин, этого бойца пробивает только на бросок 6 против их Тафнеса. Что на самом деле супер-мега круто. То есть, если у вас есть, ну, если у вас вьетнамские флешбеки, у вас время закидывали токсином и газом. 5 кредитов и, в общем-то, никаких проблем. Это прям круто. Супер-мега круто. Супер-лечение. Оправдывает название. Этот боец действительно с трудом, ну, действительно хорошо лечится. То есть, он и восстанавливается от ран быстрее, и еще и может, получается, заживлять себе ластник инжери. То есть, по сути, он может себе ногу отрастить, например, или руку. Что достаточно забавно должно быть, кстати говоря. Nerf Burnout, наоборот, срезает стоимость 5 кредитов от вашего бойца, но уменьшает кул на 1. Вот это я бы не брал точно. Dermal Hardening. Это то, что чаще всего мы всегда видим на новых Голиафах, ну, потому что это no-brain'ово и работает. Это, соответственно, более толстый слой кожи. И что он делает в игре? Он увеличивает Тафнос вашей модели на 1. Ну, то есть, вы можете начать играть парнем с пятым Тафносом. Круто это? Да. Да, это очень-очень круто. И, естественно, это очень популярный чойс. Дальше, Terminal Biology. Что делает? Каждый раз ваш боец получает ластинг инжери, кидаешь до 6. На бросок в единицу этот боец умирает. Ну, вот так вот. Ну, не знаю, кто-то будет с драмами, требуется память, этим пользоваться или нет, но, ну, такое, да. Overdeveloped Musculature. Ну, суперфлексер получится, суперсильный. Как Algor практически. Собственно, увеличивает силу на 1, но уменьшает на 1 инициативу. Стоит вам 5 кредитов. Типа, за 5 кредитов просто на халяву получить плюс к силе. Да, с минусом к инициативе, но плюс к силе. Если вы хотите сделать себе там крутого ХТХшника, это может быть очень интересно. На самом деле. Ну, то есть, конструктор. Собирайте, как хотите. Хотите, убирайте неинтересующие вас статы, срезаете стоимость в кредитах. Берете дополнительные вещи. Хотите, наоборот, накидывайте немножко кредитов, получаете до побилки. Но это были только в отборной. Двигаемся дальше. Дальше у нас находятся надборные. У них есть правило Physical Perfection. Как это работает? Собственно, надборные. Типа, они суперклассные, суперклевые. Они сами родились. Они прямо такие вот все себя красивые. У них практически идеальное состояние тела и мускулатуры. Что это им дает? Это дает им то, что они могут, ну, по сути, почти все, да. То есть, там, лидеры, чемпионы, проспекты, джуго-специалисты могут увеличить свои силы и тафнос не за 6 экспириенс поинтов. Ой, фу, не за 8 экспириенс поинтов, а за 6. Вот. Типа на 2 дешевле. Вот. А гангеры, соответственно, когда получают адвасмут, могут вместо броска на адвасмут тейбл выбрать, улучшить себе тафнос или силу на 1. Что тоже очень круто. Дальше начинают, соответственно, их апгрейды. Первый. Adaptive Biology. Что такое? Говорит, что этот боец может перебрасывать тесты на силу или тафнос, которые его заставляют проходить. Само по себе уже очень круто. При этом попадание от оружия с третами ГАЗ и Токсин должны реролить дайсы, которые отображают то, смогут ли они провундить. Типа инжери надо будет кидать или не надо будет. Короче, круто, что вы реролите и те и другие тесты. Особенно супер-мега полезно от оружия с третом ГАЗ и Токсин. Если вам это всегда не нравилось, то вот, пожалуйста, у вас супер-мега защита от этого есть. Еще одна, получается. Это уже была в предыдущем списке способностей. В новом тоже есть. Adaptive Mind. Вообще отвал башки. Что это такое? Это ту, которая позволяет вам считать ваши секондарь скиллы, как праймарь скиллы, когда вы распределяете XP. Тратите XP, точнее. Это круто. Дальше Alpha Lineage. В ваших жилах течет кровь какого-то лютого мега-альфача, который, значит, в свое время наделал сыновей и детей, видимо, там, и дочерей, точнее, по всему, подули. И вот вы один из них, великий, потомок великого. Это, соответственно, дает вам возможность получить лидершип скиллсет как праймарь скиллсет. И в дополнение к этому, если у вашего бойца уже есть показатель группы активации, он увеличивает количество бойцов на один, которые могут активироваться в рамках группы активации. А если у него не было такого правила, то он получает, собственно, группу активации на один. Он может, типа, вдохновить целого одного друзяку своего на какие-то веселые голявские приключения и финнову таймину. Дальше Iron Flash. Iron Flash, соответственно, супер тоже мега-штука. Говорит, что вы можете повысить базовую, вон, характеристику вашего бойца на один. Нужно ли объяснять, сколько это круто? Я думаю, что нет, не нужно. Это круто. Over-engineered. Как это работает? Это говорит, что это, наоборот, штука, которая срезает с вас 10 кредитов. То есть, до этого все было, типа, за денежку, там, 10, 5, 20, 10, соответственно. А over-engineered говорит, что, типа, ну, на 10 кредитов дешевле вы начинаете стоить. Стоить. В чем проблема? Типа, у вас столько всякой фигни понамешано, что вы уже работаете не очень. Ну, типа, организм, что-то не так круто работает. И когда вы кидаете, соответственно, на ластник Grinching Table, вы должны бросить дважды и выбрать самый высокий результат. При этом это не комбинируется с одним из следующих апгрейдов под названием Redundant Torgets. Дальше. Prime Spiceman. 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 Не Spiceman. Ага. Собственно, как это работает? Говорит, что вы являетесь прекрасным примером представителя вашего вида. Просто 10 из 10 на кончиках пальцев. И поэтому вы можете выбрать любую свою одну характеристику и улучшить ее на один. Просто потому, что можете. Как бы. Опять же, объяснять, насколько это круто, я думаю, не надо. Rapid Muscle Growth. Можете увеличивать свою силу, характеристику силы не дважды, а трижды. Вы очень сильный, вы много качаетесь, как Арнил. Все здорово. Собственно, Redundant Organs. Что это такое? Говорит, что у вас в теле поновырастало дополнительных органов. Они выступают как запасные органы, если какой-то, допустим, другой получает травму. Что увеличивает вашу живучесть. Как следствие, когда этот боец должен бросить, ну, типа, когда совершает бросок на lasting injury, он может бросить дважды и принять наименьший результат. Как раз поэтому оно вот и не стакается с овер-инженер. Это Tire and Zone. 20 кредитов стоит. Говорит, что вы можете увеличить любые две ваши характеристики на один, но только Forge Terran может брать этот Джин Смит апгрейд. И дальше Tire and Sprite. Наоборот, уменьшает на 20 кредитов стоимость вашего бойца. Говорит, что его может брать только, соответственно, ваш босс, лидер Forge Terran. Но при этом, если вы берете этот апгрейд, вы не можете брать себе бойцов с правилом Ганг Иерархи Чемпион. Ну, конечно, минус 20 кредитов стоимости это круто. Это, по-моему, самое такое, самое клевое из того, что уменьшает стоимость бойцов здесь представленных апгрейдов. Да. Вроде самое клевое. Но обрезать себе возможность... Обрезать себе, в принципе, не самая лучшая идея. Обрезать себе возможность брать чемпиона в банду, ну... Я бы не стал. Мне кажется, это безумие. Однако же, если у вас какой-то специальный лор, классно продуманный, что у вас должен быть только один бац, потому что всех остальных он попереубивал, потому что он должен быть единственным там властелином, главным боссом качалки, можно взять, наверное, из лоровых соображений, из бэковых соображений. Следующий Unborn Fighters. Их специальное правило Outsiders. Как оно работает? Оно говорит, что Unborn Fighters могут выбрать дополнительный праймари скиллсет, выбранный из Агилити, Бравна, Комбата, Каннинга, Феросити, Шутинга или Саванта. Но при этом Unborn Fighters никогда не могут брать скиллы из масл-скилл группы. То есть, в чем фишка? Вы можете сделать себе Голиафа, если он, ну, типа, Unborn, с добавленной к нему веткой скиллов, до этого недоступной Голиафам. И у вас может появиться Голиаф, который там засадный Голиаф, выпрыгивающий из кустов, полезный Голиаф, подчиняющий примус, значит, у себя в подули где-то за дополнительную денежку и так далее. Это дает очень большой простор вот именно в тактическом плане. Ну, и там уже, там, при создании банды, да, там можно много лора интересного понапридумывать, понаписать. Но при этом вы теряете масл-скилл группу. То есть, вы, скорее всего, не захотите брать это ребятам, которые могут в нее в праймари. Хотя, опять же, засадный стиммер, это жестко. Так что, и мы видели, как это работает тоже, так что это может быть круто. Data Slack Overlay. Срезает 10 кредитов с вашего бойца. Говорит, что когда этот боец в первый раз активируется во время битвы, он должен сделать тест на интеллект. Если он проваливает этот тест, он становится, ну, типа, на него кладется insane condition. Неприятно. Ну, такой бещеный, короче. Docs Experiment. Как работает? В принципе, типа, пока он был под ножом у врача, тот решил попробовать сделать что-нибудь прикольное. И вот из этого вот что получилось. Собственно, ты выбираешь две характеристики. Movement, силу, toughness или вунды. Увеличиваешь одну характеристику на один и уменьшаешь другую на один. Нельзя уменьшить характеристику, если это приведет к тому, что она будет равняться нулю. Так делать нельзя. Дальше, Docs Failure. Наоборот, срезает с вас здесь кредит. До этого надо было бы заплатить пять. Выбираешь две характеристики. Movement, силу, toughness или вунды. Понижаешь обе на один. Нельзя понизить хуже, чем, ну, типа, до нуля. До нуля, точнее, нельзя понизить. Genetic Outsider. Этот боец не может использовать правила группы активации. Брать может только Forge Tiran или Forge Boss. Дальше Malformed. Плюс пять кредитов будет вам стоить. Боец увеличивает их характеристику силы на один, но уменьшает инициативу на один. Ну, опять же, может быть полезно. Вполне себе. Proto-Goliath. Десять кредитов вашей стоимости срезает. Увеличьте movement бойца на один, уменьшите силу на один. Уменьшите toughness на один, уменьшите cool на два, увеличьте интеллект на два и улучшите willpower на один. Ну, в общем, такой, какой получился с картишью. Десять кредитов будет вам стоить, плюс десять кредитов к стоимости. Говорит, что уменьшает damage от всех хитов, которые получает боец, на один. До минимума в один. Это очень круто. Гортко ясно. Выживший survivor плюс десять кредитов. Когда вы делаете recovery тесты для этого бойца, вы можете перебрасывать один или injury dice off. Один из injury dice off. Steam Implant. Когда этот файтер активируется, вы можете выбрать увеличить его силу на два до конца раунда. Но если он так делает, то в эндфазу кидает до шестой. На roll 4+, он получает flash wound door. И two lives, две жизни. Когда этот боец получает скилл как результат адвасмента или бесплатно во время создания, рандомно выберите второй скилл из праймера или секундарей ветки. Запишите на файтер карте этого бойца, то эти два скилла, они как бы спарены вместе, они связаны. Когда этот боец выбирается для того, чтобы принять участие в битве, один из их скиллов, выбранный рандомно, будет забыт. Какой именно скилл будет забыт? Кинти кубик. Собственно, один скилл там на 1-3, второй на 4-6. Ну, типа, прикольная смешная штука. Можно, мне кажется, спарить так, что оба будут полезны. Ну, типа, это попытка здесь сразу на двух стульях, чтобы все уметь. Но при этом можно не вовремя забыть нужный скилл. Вот, чуть ли не самая главная часть, соответственно, технически закончилась. Это генетический апгрейд, и это очень важная вещь. То, что делает, действительно, из гляпов настоящий конструктор, делает их уникальными, абсолютно, бойца. Последнее очень просто. Последние два раздела – это Галаев Террейн и Хаус Галаев Сценариус. Как-то работает. Вы теперь можете покупать за кредиты, прокидывая рарно, естественно, там есть еще и куски Террейна уникальные себе. Такие, как, там, типа, канистры с патронами, баррикаду сделанную из огнеупорных панелей, стационарный тяжелый ривит Кеннонг, с которого вы можете стрелять. Там две реликвии на выбор. Они ставятся на поле боя, они как-то работают. Там, из пушки можно стрелять, фернус баррикада защищает от огня, амоканистры позволяют вам перезаряжаться лучше. Вот, соответственно, ну, все достаточно просто. Все это стоит кредитов, имеет рарность, можно почитать здесь. Играть с этим или не играть, делать на свое усмотрение плюс по разрешению арбитратора, добавляет и много интересного в игру. Прикольно. Некоторые из этих кусочков Террейна могут быть использованы только если ты атакер или дефендер. Как работает, конкретно написано в каждой из них. То есть, допустим, амниоканистры говорит, что, типа, а ты тебя перепутал, амниоканистры это штука, которая лучше хилит, а не перезаряжает. Говоришь, что, типа, если ты находишься в трех дюймах, амниоканистры это, амниоканистры, ты можешь убрать с себя флеш вонду до конца этого азотраунда. Работает всю игру, не написано, что не работает ни всю игру. Пока стоит, работает. То же самое с Ферна с Баррикадой, и Хавери Виткененом, и так далее. Террейн, это, соответственно, покупается в трейдинг-посте, добавляется вам стэш, может быть использован, собственно, в любой битве, в которой вы принимаете участие. Он не одноразовый. Он и денег стоит, там, от 10 до 100 кредитов, между прочим, стоят такие штуки. Некоторые еще из них и десятую рарность имеют, так что такое. Прикольная вещь, если разрешат, почему не поиграть, как в нем попробовать с этим поиграть стоит. Теперь уже у всех есть книжки, и у всех есть подобные. Круто, здорово, классно, интересно. И последнее, это уникальный сценарий дома Голиаф, как они работают. Они работают так, что если оказывается, что ваша банда имеет право выбирать сценарий в этом бою, ну, типа, там, по результату Рулофа, именно выбирать, то при условии, что Арбитатор допустил эти правила, ваша банда имеет право выбрать сценарий не из общего списка, а именно из этого списка своих уникальных сценариев. Их здесь сколько? Beatdown, Something to Prove, Feast of the Fallen, и кажется, все. То есть у них вот есть три уникальных сценария, что, в принципе, в любом случае, прикольно и интересно. Писывать сейчас их объяснять не будем, потому что это займет еще очень много времени, опять же, кому интересно, можно почитать. Самое главное, что, типа, ну, такое, оно тематичное для Голиафов, всегда интересно это поделать. Плюс это еще дополнительные миссии, в общем, полмиссии и сценариев, что, конечно же, круто. Ну, несмотря на то, что мы очень быстро и сумбурно рассказали про эту замечательную книжку, естественно, очень многие моменты мы там вообще не разжевывали и вообще не застряли на них внимание, да, уже и так вот остается понятно, что книжка очень насыщенная, в нем очень много информации. Это действительно полноценный армибук уже, и для ребят, которые только входят в Некромунду, вот это вот must buy. То есть, если раньше можно было показывать много разных книжек и так далее, потому что вот это вот must have. То есть, ты приходишь, ты покупаешь эту книжку, в ней очень много рулов, очень много правил. По сути, можно просто прочитать правила, или, да, купить, может быть, тоже, типа, базовая имеется в виду. Но вот эта книжка к покупке, она обязательная. То есть, как бы, я, ну, типа, не к тому, что вот, раз вы скачали, то вы урод моральный, и надо, типа, только, как бы, покупать оригинал. Но, на самом деле, в такой ситуации, книжка реально очень крутая, она очень хорошая, это ситуация, в которой надо купить, ну, я бы купил оригинал, но я ее купил, вот, потому что когда АГВ выпускает вот такие книжки, это большое спасибо и огромный респект. Это не попытка заткнуть какую-то дырку, а это именно клевая, хорошая вещь, в которой очень много правил, и обязательных, и необязательных, и очень много бэка, лора и всего остального. Так что, надеюсь, вам понравились новые Голиафы, они действительно крутые, они действительно, на мой взгляд, намного вариативнее, и в силу этого намного интереснее, и в силу этого, опять же, сильнее, чем предыдущие Голиафы. Так что, если нравится или сомневались, не сомневайтесь, берите, играйте, счастье, радость и успех будут ждать вас с Голиафами из этой книжки. Посмотреть на этих Голиафов, возможно, даже воочию, вы сможете, в общем-то, либо в роликах у Паши, либо просто приходя в клубы, потому что в ближайшее время, думаю, что где-то в середине октября, там, если сроки не сдвинутся, может быть, чуть позже, мы хотим запустить новую кампанию по Некромунде. Играть будем, соответственно, преимущественно в Рибе, скорее всего. Так что, если кому-то интересно, заезжайте, смотрите. Чаще всего мы там находимся по четвергам, потому что так исторически сложилось. Так проще сказать. Вот. Так что, как-то так. Не забывайте ставить лукосы, подписываться на канал, жать на колу кольцев и успехов вам, удачи, увидимся в скором, и, надеюсь, времени в новых роликах по новым книжкам. А в конце я выражаю огромную благодарность всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне и Бусти. А именно, Фидель Пиночетов, Евгений Мурул-Сафронов, Иван Много Джокеров-Копылов, Денис С, Алексей Элдор-Ермаков, Артем Арт-Демиденко, Ермак, Мурзик, Анатолий Джекар-Коновалов, Влад Флайдронс-Кузьмин, Алексей Герыч-Гордеев, Дмитрий Крик-Архипов, Павел Кузнецов, Юрий Хмелевской, Валбер, Механдес Нодет, Костя Озерный Хенч, Никита Райму-Нефедов, Артем Севенред, Витол Бош, Влад Призрак Иванов, Невезучий Лодж-Экей Старый, Олег Печенек-Морозов, Горок, а также, конечно же, как всегда, на почетном месте Его Величество Юрий Дивайн-Дивайн Александров. Спасибо вам большущее! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!